приветствую дорогие друзья сегодня продолжаем наши игрища за прозекторским любительским столом и я расскажу вам о новом видеорегистраторе автомобильном от от уже полюбившегося в обе со бренда high screen black box radar detector hd называется модель год и один месяц 13 месяцев тому назад я вам показывал демонстрировал работу видеорегистратора под названием black box просто от high screen видеорегистраторы которые мне жутко понравился и все это время вот все три на 13 12 месяцев так скажем он был штатным моим видеорегистратором машине я им пользовался black боксе привлекла меня функциональность две камеры внешние внутренние запись звука g-сенсор сенсор ускорения и gps стройная функция gps которая позволяла записывать позиционирование машины спутникового позиционирования на карте и затем при смаз при просмотре накладывать либо на карту либо на фотографии google фото изображение google что наверное удобно слава господу ни разу за год мне не пришлось использовать видеорегистратор по прямому назначению я вообще не помню честно говоря когда меня последний раз останавливала гаи года три или четыре назад короче тут никаких проблем ни разу не использовал и вот теперь у меня это black бокса нет год я с ним отъездил и я его отдал и в поисках прибываю нового 100 стационар штатного устройства своего у меня кандидатов честно скажу 2 fucho avito модель и вот это black box raider hd какой из них я себе оставлю мы узнаем чуть позже после тестирования этой модели после тестирования fucho avito пока что скажу следующее по результату тестирования black box и работы с black box и жизни с black box им на протяжении целого года в целом все замечательно как я сказал ситуации слава богу не возникало когда нужно было использовать в качестве демонстрации доказательства записи произведенной black box им тем не менее один нюанс один нюанс явился главной причиной по которым по которой я отказался от его дальнейшего использования все-таки разрешение в чей 640 на 480 недостаточно однозначно не то что там номера невозможно записать ну и в самом деле это мало и будто бы услышала в обе с компания мои мысленные претензии которые видимо слились в игре горе с претензиями тысяч других пользователей поэтому на рынок вышла новая модель black box которая отказалась уже от записи виджей но она собственно есть но при этом не знаю кто так будет ее использовать когда есть возможность писать 720p то есть 128 с 1280 на 720 точек это еще не полный hd не full hd которых на рынке завались этих в том числе вот фухов это мой другой соискатель кандидат он используется давно уже полный hd ну иди ойди иди ойди и прочие это фавориты рынка давно тоже перешли на полный hd ты 1920 точек точек 1080p данной модель использует 720p что дает качественно новое новое изображение по сравнению с виджей это огромный плюс так чем же собственно берет эта модель что может заставить пользователя оказать и предпочтение перед камерой с полноценным hd разрешением то есть 1080p ну давайте посмотрим вот так выглядит видеорегистратор ну видите он слегка изменил свою форму black box предыдущей модели позиционировался вот таким образом такой кирпичик здесь была камера и здесь была внутренняя камера теперь камера одна она расположена с торца и фиксируется это все устройство таким вот образом и самое замечательное смотрите бабах появился экран экрана на black box тоже не было это вторая причина по которой я был вынужден отказаться дальнейшего использования той модели первое это виджей экран 640 на 480 которых явно недостаточно 2 это отсутствие экрана который так и нужен в одной из публикаций недавно в голубятник я объяснял причину по которой экран все-таки необходим видеорегистраторы поскольку использовать данные видеорегистраторы в суде российском и думаю украинском молдавском и всех прочих санговских весьма и весьма и весьма и весьма и весьма и весьма проблематично кому-то наверное где-то как-то кое-как порой и удается наверное что-то доказать в суде но думаю львиному количеству блин ему большинству ничего доказать суде с помощью видеорегистратора не получится там целые процедуры они описаны на сайтах вы должны вносить протокол всю эту информацию передавать кассету в процессе оформления протокола дорожного происшествия передавать и предсвидетелях инспектору гибдд и куча всего остального в общем это морок еще тот поэтому у видеорегистраторов помимо чисто психологической функции устрашения вот он висит у вас вот так вот на на торпеде лежит на на ветровом стекле закреплена и это должно несколько охладить пыл ретивых либо ваших коллег по трафик по движению либо инспекторов дорожного движения вкинув взгляд на фиксирующую камеру может быть что-то там с в их головах происходит необычное что заставит их остановиться во время не доводить дело до конфликта так вот в той ситуации когда мы не доходим дай бог до суда и когда не срабатывает чисто визуальное устрашение видеорегистратора который болтается в салоне вашего автомобиля в той ситуации экраны играет ключевую роль поскольку он заполняет лакуну между судом и внутренней убежденностью вашего визави в том что не нужно скандалить и доводить до конфликта вот лакуна заправляет этот экранчик который позволяет вам тут же на месте продемонстрировать все что там на беда курили эти товарищи и остановить их в их действиях когда экранчика нет это надо доставать ноутбук вынимать карту это тот еще геморрой я думаю никто на это не идет и так в новой модели от high screen модели black box raider hd теперь и появился экран это не не бог весь какой огромный экран это жидкокристаллический дисплейчик 320 на 240 и диагональ 2 дюйма очень стандартный скромненький но этого поверьте достаточно чтоб что-то там такое продемонстрировать и в очень удобном форс форм-факторе дальше итак увеличенное разрешение съемки видео hd 720p то есть 1280 720 пикселей дальше сохранился датчик g то есть ускорение g-сенсор в комплект включена в этом гордо написано уже 16 гигабайтная карта микро sd это гуку гуку это шикарно на мой взгляд дальше здесь есть монитор и дальше здесь встроен радар ну вы наверное уже догадались что там он есть потому что black box raider hd называется модель ясно что там есть радар и радар-детектор работает до ну универсальный как и все современные работает во всех диапазонах это и x и кей и кей и кей и кей неру кей но локи и white все-все-все в основные стационарные камеры он должен схватывать раз разумеется против пульсарных вот этих вот пушек он срабатывает точнее сработает на вас уже в этот момент поймать но их слава богу не так уж и много на дорогах в основном модно в европе везде и в снг сейчас устанавливать стационарные камеры которые работают работают все пишут их он должен ловить как это происходит мы скоро увидим и насколько это эффективно во всяком случае это огромное тракшин огромное притяжение для покупателя потому что за цену 7 990 рублей то есть ниже даже чем black box прошлогодней модели который биджей и без всяких детектора радар детекторов так вот за эти деньги мы получаем видеорегистратор с почти полным hd это 720 точек с встроенным монитором с огромной картой 16 гиговой включенный в подставку и радар детектор который сам по себе стоит рублей так 100 долларов около 3000 рублей самый-самый-самый простенький я конечно убью уверен что здесь стоит не бог и что здесь стоит такой скромный самый-самый обычный проходной чипчик который позволяет выполнять функцию радар детектора но этого достаточно для людей не озабоченных и не страдающих паранойи по части при отловле камер мешающих им разгоняться до 200 километров в час на наших потрясающих зеркальных хайвеях вот тем кому это не особо надо я думаю хватит этого до радар детектора который тут строит насколько удобен этот монитор насколько удобно крепление крепление поминул не случайно поскольку вот посмотрите здесь в конфликтации но все ясно и избиваю прикуриватель питания руководство пользователя такое неплохое красивенькое цветное говорю потому что black box и предыдущем не было никакого руководства там был распечатка такая под ксерокс так вот крепление здесь несколько довольно своеобразные вот посмотрите крепится таким вот образом вот и на ветровое стекло да вот на присоски двигается он в этой оси и в этой оси в двух осях но вот штука такая ну не скажу что громоздкая ну серьезно серьезная весит я не совсем еще до конца уверен что вот эта нагрузка на ветровое стекло на это вот присоску не заставит ее обломиться в самый неподходящий момент как у меня уже неоднократно раньше случалось со всеми этими присосками все зависит от качества присоски внешне они сегодня мало чем отличается но внутренние по содержанию отличаются разитель некоторые держат как питбуль другие при самом грозном виде разжимая челюсти при первой же кочке на первой же кочке все это валится и рушится туда куда-то падает под торпеду визуально по ощущению она эта модель мне нравится больше наверное даже чем фуха авито фуха авито не имеет ничего кроме gps а встроенного экрана и full hd полного high definition разрешения видеосъемки нельзя сказать ничего это это все собственно что на чеку нету там радара детектора вот это большое дело все-таки классная штука последний раз пользуется радарами детекторами я в году девяносто втором на вот тогда я гонял очень у меня было 325 бмв я носился как сумасшедший по молодости с тех пор я завязал с этими глупостями но тогда вот я был задвинут на радар детекторах всегда себе ставил самые новые новые кобры какие-то даже заказывал из америки мне присылали мои партнеры был ненормальный и молодой теперь я старый и спокойный быстро не езжу больше 160 не разгоняюсь но тем не менее хочется мне иметь этот радар детектор так для спокойствия внутреннего